итак попытка номер два меня уже пропустили все контроли уже пройдены и вот все заряжаясь утренним кофе вперед надеюсь мы сегодня летим опять этой птицей который прошлый раз не взлетела прекрасно я очень надеялась что будет другой самолет ну блин опять этот же вот так в общем все прошла уже регистрацию на лейс на милан по поводу тестов вот были только сомнения спросили если у меня тест когда я сказал что нет и что прошлый раз когда я делала то виталий вот уже никто не посмотрел и там потому что карантин обязательный то не скажу значит так и будет все и отпустили меня также мой багаж если все в порядке очень надеюсь судьба вам прям милан здесь нужно было его только перерегистрировать то есть на столько регистрации все равно нужно проходить даже если вы делали чеки онлайн для того чтобы зарегистрировать багаж еще раз сейчас время металлоконтроля кстати хочу сказать единственный плюс карантина это очень маленькие очереди на все эти контроли металлоискатели и так далее на все точки регистрации потому что понятно туристов немного меньше и в общем людей реально очень мало обычно здесь просто все забито вот эта вот вся полоса лента а сейчас очень мало очень бесит когда когда на тебя нет ничего металлического ты уже все сняла обувь тоже сняла а этот металлодетектор все равно пикает и не понятно почему он пикает и тебя потом заводит такую штучку похоже на вертикальный солярий с понятыми руками ты там стоишь обыскивают и просто хоть ты понимаешь что тебя ничего нет но почему-то думаешь что вот сейчас на тебе найдут какую-то не буду называть слова на букву б потому что вам думаешь что вот вдруг что-то реально найдут запрещенное какой-то непонятный нож или что-то там взрывное в общем а на паспортном контроле первое что не проверяли проверили только паспорт и всего пути спасибо все уже нашла свой гейт совет для тех кто боится у меня много друзей кто боится летать наедине и кто боится проходить эти все контроли потому что не знают как это все в первый раз особенно то рекомендация чем больше боитесь тем раньше приезжать в аэропорт то есть это ну например киев достаточно большой аэропорт хотя не такой уж и по сравнению с многими другими но тем не менее например во львов сегодня я должна была вылетать 7 утра я приехала в 6 я уже опытный дочек не можно уже попозже приезжать но львовский аэропорт просто маленький поэтому туда можно и по сути в последнюю минуту там очереди небольшие и так далее в киеве конечно побольше будет во время карантина вообще почти очередей нет но тем не менее советую приехать пораньше если бойтесь так будьте меньше переживать вот сейчас объявили посадку уже на на 6 я максимально не понимаю людей которые вот стоят вот выстрелись в очередь и ждут посадку потому что все равно автобуса один или два и как бы все те кто даже первые сел должны будут ждать остальных плюс у всех свои места это же не то что там где-то в метро маршрутки кто первый зашел тут и того и тапки все равно все сядут на свои места зачем там стоять не понимаю я захожу из последних потому что потом они стоят еще внизу ждут автобуса потом они стоят в автобусе потом они стоят в самолете и эти те люди которые первые выходят и летят в общем забрать свой багаж или что-то я не знаю я понимаю если у вас там пересадка где-то но зачем здесь стоять все равно раньше не вылетим если вы это постоите нам сейчас в самолете выдали вот три листового бумаги с селф-декорейшн кови-19 где указывается информация там ваше имя фамилия и так далее данные паспорта адрес номер телефона где вы будете отбывать карантин в италии два из этих листа отдаются назад бортпроводнику и потому что без них просто не выпустят заполненных и один остается вам который вы должны будете придавить в аэропорту поэтому кто там делал тесты в украине я не знаю то есть считается как будто это обязательно но вот я не делала неважно в прошлый раз то же самое было эта бумага все равно обязывает сидеть на карантине 14 дней даже если у вас тест негативный показываю как заполнять эту форму значит здесь вы пишете свое имя фамилию так как у вас в загранпаспорте дата рождения здесь место рождения национальность здесь если вы там с украины то есть резидент где вы прописаны украина ваш украинский адрес в этой графе вы пишете из какой страны вы летите в моем случае украина здесь каким видом транспорта в моем случае самолетом и последние 14 дней где вы регулировали или были транзитом опять таки я не буду была кроме украины сейчас здесь вы должны будете подчеркнуть или там обнести почему вы причину в общем почему вы летите в италию здесь там вот и студенты и транзиты и так далее в моем случае это ничего из вышепречисленных причин и если ничего из вышепречисленных причин вы должны заполнить все дальше значит здесь вы пишете вашу собственную причину почему уйдите в моем случае я написала origin reason срочная причина чтобы обновить и пролонгировать мою промежу и чтобы сделать апартаменты в кустури здесь вы пишете где вы будете перебывать на карантине коммуна номер дома апартаменту дальше что дальше здесь как вы доберетесь из аэропорта в место нахождения на карантине пишите car если вы едете на машине или там автобус в общем как вы там будете добираться не знаю пешком байбок но в моем случае машина дальше телефонный номер как с вами можно связаться место дата и время заполнения этой декларации и ваша подпись а Теперь я поняла, почему все там бегут стоять, вот сколько людей, и там еще за воротами, и вот еще спереди столько, и уже много ушло. Как же я люблю этот лабиринт.